Концепция маркетинга как раз и направлена на то, чтобы нацелиться на нужную группу потребителей, понять их потребности и удовлетворить их. При этом очень важную роль играет позиционирование определенного товара. Как я уже отмечала, проблемой может стать наличие разрывов между позиционированием товара в сознании потребителя и тем, как хочет компания видеть свой продукт на рынке. Для того, чтобы избежать подобных разрывов, необходимо отслеживать обратную связь, анализировать своих потребителей, исследовать их потребности и в результате этого анализа корректировать маркетинговые действия компании. Подобные взаимодействия с потребителями полезны для компании не только для того, чтобы адаптировать маркетинговую стратегию, но и для того, чтобы найти дополнительные сегменты и, возможно, рыночные ниши. Кроме того, когда мы говорим про комплекс маркетинговых действий, необходимо постоянно контролировать маркетинговую стратегию компании, а именно анализировать обратную связь и отслеживать то, что компания близка к своим потребителям. Успех маркетинговой стратегии требует того, чтобы она соответствовала определенным критериям. Во-первых, это прибыльность. Если маркетинговая стратегия не приносит результатов и потребители не покупают ваш товар, соответственно, с ней что-то не так и мы не можем говорить об успешных действиях компании на рынке. Прибыльность важна потому, что, как мы отмечали, потребитель выбирает, за что он платит и каково для него соотношение цена и качество. Соответственно, прибыль компании, это ее уверенность в том, что потребитель рублем голосует за выбор того или иного товара. И, конечно же, компания ориентирована на то, чтобы покупали именно ее товар, а не товары конкурентов. Во-вторых, успех маркетинговой компании зависит от того, насколько проактивны действия, которые предпринимает та или иная компания при позиционировании товара на рынок. Сможете ли вы опередить ваших конкурентов? Если сможете, значит, ваша маркетинговая стратегия будет успешна. Важным критерием успеха маркетинговой стратегии является ее интегрированность, целостность. При разработке различных маркетинговых инструментов вы должны понимать, насколько они сочетаются между собой. Для этого и необходимо внедрение модели степи сегментирования, тагетирования и позиционирования в жизни. Потому что вам необходимо работать с конкретным сегментом потребителей и делать это так, чтобы те инструменты, которые используются, были понятны и доступны потребителям. В этом и заключается интегрированный маркетинговый подход. Кроме того, у стратегии должна быть обязательно ориентация на будущее. Маркетинговая стратегия должна быть долгосрочной. Вы должны предполагать, какие рыночные ниши, какой потенциал вашего рынка может быть реализован в будущем. Маркетинговая стратегия не может смотреть назад, она должна быть ориентирована на будущее. И, наконец, конечно же, существуют критерии эффективности. Экономическая эффективность – это залог того, что маркетинговая стратегия приносит прибыль. Как мы уже отмечали, это самый важный атрибут успешной маркетинговой стратегии. Итак, в ходе сегодняшней лекции мы рассмотрели основные этапы стратегического маркетинга – сегментирование, выбор целевой аудитории и позиционирование. Для чего это важно маркетологу? Дело в том, что маркетолог является носителем самых важных знаний внутри компании, потому что маркетологи понимают, кто наш реальный и потенциальный покупатель, а также почему они покупают именно у нас, какие уже существующие потребности есть у наших потребителей и как компания может их удовлетворить, а также какие будущие потребности могут быть выявлены у наших потребителей. Если мы сможем спрогнозировать будущие потребности потребителей, тогда у компании есть все шансы найти свою рыночную нишу и удовлетворять потребности конкретных клиентов. Как мы можем удовлетворить данные потребности? Мы можем предложить товар или услугу, которая будет иметь дополнительную ценность для потребителя. Нечто большее, что есть у наших конкурентов. Для этого важно изучать и понимать потребности потребителей, как текущие, так и будущие. Изучение будущих потребностей потребителей – это проактивный подход, проактивная рыночная ориентация, которая может привести к усилению рыночных позиций компании в будущем. Может ли наша маркетинговая стратегия удовлетворить текущим целям и также дать результат в будущем? Это также важные вопросы, на которые позволяет дать ответ правильное сегментирование, выбор целевых групп, а также адекватное позиционирование товара в сознании наших потребителей. И, наконец, в заключении важно понимать, почему потребители должны покупать именно ваш товар. Для этого, опять же, нужно ответить на ряд вопросов. Что вы можете им предложить? Как правильно позиционировать этот товар? Ну и самое главное, на каких целевых аудиториях компании стоит работать.